Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и в сегодняшнем видео мы будем говорить на очень важную тему На тему того, как эстрадиол влияет на либидо и на половое влечение Видео называется «Улучшение либидо и полового влечения корректировкой уровня гормона» Но в первую очередь мы будем говорить именно про эстрадиол Мы сейчас рассмотрим несколько различных мнений, которые встречаются в научно-медицинской сфере И разберем определенные анализы, один мета-анализ И подробно разберемся, какой должен быть уровень эстрадиола Нужно ли снижать эстрадиол ингибиторами роматазы на терапии к ламифенам, на гормонозаместительной терапии, на курсе В каких значениях он должен быть И я расскажу очень важные нюансы, которые встречаются в этой теме Как правило, такие видео не набирают очень много просмотров Но это те научные, познавательные видео, которые я очень люблю снимать Поэтому будет долго, нудно, но очень важно и очень интересно Приступим Значит, есть два абсолютно противоположных мнения в целом эндокринологии Одно, которое говорит о том, что эстрадиол не влияет никак на половое влечение И второе, что мы можем чуть ли его не в ноль снижать И на половое влечение, на либидо, на эрекцию это никак негативно не повлияет И второе мнение говорится о том, что при любых значениях эстрадиола его, в принципе, трогать не надо И, скажем так, первое, это не в целом научно принятое Это сформированное определенным исследованием Второе мнение можно сказать, что в целом на данный момент в странах СНГ Принято как единственное верное в медицине и по-другому никак И использовать ингибиторы ароматазы на ГЗТ это ни в коем случае нельзя Ингибиторы ароматазы это все удел только спортсменам с огромными дозами При очень сильном повышении эстрадиола И то некоторые самые ярые сторонники того, что нельзя снижать эстрадиол Даже говорят о том, что и на курсе это нельзя делать Сейчас мы будем разбираться в этой теме очень подробно Значит, первое Мнение о том, что эстрадиол не влияет на сексуальную функцию по вовлечению Значит, текст я буду просто выводить, зачитывать я его не буду Значит, здесь суд заключается в том, что По определенному исследованию, где было достаточно много людей Там было 100 с чем-то человек Которым вводили дериваты ДГТ Тем самым снизил полностью уровень эстрадиола вообще в ноль И в исследованиях практически никто из мужчин не жаловался на какое-то ухудшение сексуальной функции Что в принципе у них все было нормально И ученые при этом исследовании говорят о том, что нет определенной значимой зависимости уровня эстрадиола с уровнем и качеством полового влечения Скажем так Но Это у нас первое мнение Второе Это то, что эстрадиол влияет на сексуальные функции полового влечения Это у нас классическая общепринятая, скажем так, эндокринология, андрология В большинстве учебников будет написано примерно то же самое, что вот собственно я привожу в пример И в данном случае указывается, что у взрослых мужчин эстрогены являются стимуляторами либидо и сексуальной активности Лечение мужчин с дефицитом ароматазы препаратами эстрогена усиливало у них либидо Частоту сексуальных фантазий и половых актов Но при этом в дальнейшем указывается о том, что нету никаких абсолютно протокол лечения мужчин с дефицитом эстрадиола И в целом типа в медицине это не принято, скажем так И официальная медицина на данный момент не, скажем так, предлагает снижать уровень эстрадиола при его повышении Так как не видит каких-либо негативных влияний от повышения эстрадиола Не на там половое влечение, не на что-то другое И у нас возникает вопрос, соответственно, что же всё-таки делать Не снижать эстрадиол вообще Или наоборот снижать его в ноль Так как в принципе никакие функции не страдают И страшно ли его снижение или нет Чтобы ответить на эти вопросы Есть очень-очень хорошее большое мета-исследование Мета-анализ в данном случае Здесь суммарно собрали очень большое количество данных И сделали огромное количество различных выводов И я соглашусь именно с этим исследованием Как бы я не считаю, что нужно полностью снижать уровень эстрадиола Я не считаю, что отпускать его до любых значений Это тоже нормально И поэтому я буду склоняться всё-таки к тому, что я сейчас буду рассказывать Здесь можно подписываться практически под каждым словом Значит, первое Эффект эстрадиола при низком уровне тестостерона Было показано, что у мужчин с пониженным уровнем тестостерона Приём экзогенного эстрадиола увеличивает либидо Имеется в виду, что если у человека очень низкий уровень тестостерона И, соответственно, низкий уровень эстрадиола Из-за того, что нет тестостерона для ароматизации и повышения эстрадиола Что людям, которым вводили экзогенный эстрадиол У них возрастала либидо Почему так происходило? Потому что лучше всего, когда уровень эстрадиола находится на средних границах нормы Не очень высокий и не очень низкий Именно поэтому при дефиците эстрадиола, когда повышали даже один эстрадиол Уже увеличилась либидо Второе Кроме того, в уникальном отчёте о пациенте мужского пола с дефицитом ароматазы И гипогонодизмом для повышения либидо требовался как эстроген, так и тестостерон В то же время, как один из гормонов не мог достичь эффекта в одиночку Что свидетельствует о том, что эстроген играет необходимую роль в сексуальном желании и условиях низкого тестостерона В чём суть? Очень редко, но такие случаи встречаются, наверное, в 5% случаев, может даже реже Когда у человека есть дефицит по ферменту ароматазы Бывает, что мы смотрим анализ, у человека типа 15 наномоль тестостерона Эстрадиол вообще неизвестно какой И повышая уровень тестостерона, допустим, с 15 до 30 наномоль Мы видим, что эстрадиол только входит в какие-то нормы Он типа 40 пикамоль Очень мало И это люди с дефицитом, соответственно, фермента ароматазы Так вот, в исследовании говорилось о том, что именно при повышении и тестостерона, и эстрадиола У человека был лучший эффект, чем при повышении либо эстрадиола, либо тестостерона Что именно и тестостерон, и эстрадиол, когда находятся в нормальных значениях Лучше всего либидо, лучше всего половое влечение Это при низком уровне тестостерона Роль эстрадиола при нормальном тестостероне Хотя было показано, что эстрадиола положительно влияет на либидо при низких уровнях тестостерона, ограниченное количество исследований изучали влияние добавок эстрадиола у мужчин с нормальным уровнем тестостерона и сообщали о противоположных результатах. Одно исследование с непрерывным введением эстрадиола у мужчин с нормальным уровнем тестостерона показало снижение сексуального интереса, фантазии, мастурбации и эрекции. Это вот то, о чем я говорю, что если уровень тестостерона нормальный, но эстрадиол повышаем, либидо ухудшается. Именно потому, что должен быть эстрадиол не высокий и не низкий, он должен быть нормальный. Именно при нормальном уровне эстрадиола самая лучшая ситуация. Это мы уже видим при всех показателях, что когда все хорошо, добавляем эстрадиол, ухудшается ситуация. Когда, допустим, низкий тестостероний, низкий эстрадиол, просто добавляем эстрадиол, тоже улучшается. Поэтому важно, чтобы был в средине. Напротив, рандомизированное двойное слепое исследование, проведенное с участием 50 мужчин в возрасте от 20 до 40, показало, что сексуальная активность не пострадала. В некоторых случаях это действительно работает. Допустим, когда человек на курсе. И очень многие люди не жалуются на снижение уровня, допустим, либидо, ухудшение эрекции и тому подобное, при высоком уровне тестостерона и высоком уровне эстрадиола. Но, я бы сказал все-таки, что чаще всего, лучше всего ситуация при нормальном уровне эстрадиола. Если эстрадиол все-таки повышается, не всегда хорошо. Сообщения о неконтролируемых случаях также показали противоречивый результат. Было отмечено, что у мужчин с дефицитом ароматазы наблюдается соответствующее повышение сексуального поведения при приеме добавок эстрогена. Это вот примерно то же самое, про что мы уже говорили. В то же время, как другие мужчины с дефицитом ароматазы не отмечали никаких изменений в своей сексуальной функции. Почему иногда так происходит? Потому что не только от одних гормонов формируется либидо и половое влечение. Поэтому иногда, допустим, повышение уровня тестостерона или повышение уровня эстрадиола никак не сказывается на положительном влиянии. Скажем так, что в большинстве случаев уровень эстрадиола должен быть нормальный. Если он очень низкий, либо очень высокий, иногда это негативно не сказывается, иногда сказывается. Но чаще всего, если эстрадиол все-таки в нормальных значениях, то проблем нет. Вот в этом суть. Теперь я зачитаю достаточно длинный здесь абзац. И это очень-очень важная вещь, касающаяся именно гормонозаместительной терапии. Так как с гормонозаместительной терапией идут самые основные споры. Потому что если у человека уровень тестостерона никак не корректируемся, у человека все нормально. И уровень эстрадиола у него или чуть-чуть повышен, или чуть-чуть понижен, чаще всего, может быть, даже это и не трогается. Но вопрос в том, нужно ли использовать ингибиторы ароматазы на гормонозаместительной терапии, стоит очень остро. Сейчас зачитаю одно исследование. В 2013 году Финкельштейн и другие изучали влияние тестостерона и эстрогена на мужскую половую функцию. Они обнаружили, что введение тестостерона с ингибиторами ароматазы и без них заметно ухудшило сексуальную функцию. Когда ароматизация подавлялась. Имеется в виду, что если мы берем тестостерон и вводим его в организм, и добавляем ингибиторы ароматазы в очень большом количестве, то хуже было самочувствие при сильном снижении эстрадиола, чем при его повышении. Кроме того, исследования 2014 года показали, что либидо повышалось у мужчин, получавших гормонозаместительную терапию, когда уровень тестостерона был больше 300 нанограмм на децилитр, а уровень эстрадиола был больше 5 нанограмм на децилитр. Наиболее убедительным является тот факт, что мужчин с уровнем тестостерона меньше 300. Сексуальное влечение было заметно выше, когда уровень эстрадиола был больше 5 нанограмм. Соответственно, о чем говорится? О том, что если уровень тестостерона был очень высокий, а уровень эстрадиола был низкий, то ситуация была хуже, чем когда уровень тестостерона был высокий, а эстрадиол низкий. Вот такая вот проблема. Но лучше всего было, когда и то, и другое было нормально. Кроме того, когда пациенты с низким уровнем тестостерона лечили летрозолом, мощным ингибитором ароматазы, либидо снижалось. Что соответствует о том, что полное выведение эстрадиола и слишком сильное снижение соотношения тестостерона-эстрадиола отрицательно влияет на сексуальное желание у мужчин. Эти исследования доказывают, что эстрогены тестостерона необходимы для нормального либидо у мужчин с дефицитом тестостерона. И вот самая важная суть. Клинический зависимость либидо у мужчин с гипогонадизмом, как от тестостерона, так и от эстрогена, указывают на то, что осторожный подход к использованию ингибиторов ароматазы оправдан. И что соотношение тестостерона-эстрадиола имеет значение. И самое-самое важное. Было бы разумно, назначая гормонозаместительную терапию, контролировать уровни как тестостерона, так и эстрадиола, их взаимосвязь друг с другом. Я считаю, что вот этот мета-анализ, он прям идеально описывает моё представление о текущей андрологии и текущей эндокринологии. Что самое важное, это помимо того, чтобы повышать уровень тестостерона, необходимо, конечно же, контролировать соотношение тестостерона к эстрадиолу. И в целом уровень эстрадиола должен быть нормальный. Тогда всё хорошо. Потому что слишком сильное повышение, либо слишком сильное понижение эстрадиола, это, конечно же, очень плохо. Здесь много говорится о том, что есть люди с дефицитом фермента ароматазы. Иногда бывает уровень эстрадиола низкий. Но самое важное, не указывается о том, что большинство людей, которые сидят на гормонозаместительной терапии, это мужчины в возрасте. С возрастом уровень ароматазы очень сильно повышается. И у всех мужчин 40 плюс лет, при нормальном уровне тестостерона, уровень эстрадиола будет выше референсных значений. Просто потому что им 40 лет. Возможно, если мы возьмём молодого парня, 20-летнего, и сделаем ему гормонозаместительной терапии 30 наномоль, у него будет 110-120 пикамоль эстрадиол, и ничего ему делать не надо. Никакие ингибитеры ароматазы ему не нужны. Но если мы сделаем обычному 40-45-летнему, 50-летнему мужчине гормонозаместительную терапию, эстрадиол у него не будет 110, он у него будет 200-250, а то и более. И только на приёме ингибитера ароматазы он будет нормальный. В этом и суть, что идёт возрастная ароматизация, идёт сильное повышение эстрадиола, и сильно меняется соотношение тестостерона к эстрадиолу. И мы не пытаемся сбить эстрадиол в ноль. Мы пытаемся стабилизировать вот это соотношение тестостерона и эстрадиола к нормальным значениям, таким, какие они должны быть. Какие они врождённые, какие они в молодом возрасте. Именно потому, что идёт возрастная ароматизация, именно потому, что увеличивается уровень эстрадиола с возрастом, а так работает организм, нам нужно принимать ингибиторы ароматазы. Если человек молодой, если у него нет избытка ароматазы, если у него нормальный уровень эстрадиола при гормонозаместительной терапии, конечно же, ему никакой ингибитор ароматазы не нужен. Вся суть заключается в том, чтобы контролировать это соотношение индивидуально, с каждым человеком, потому что кому-то они нужны, кому-то они не нужны. Вот такая суть. Это, в принципе, самое-самое главное, что я хотел всем донести. Я хотел донести то, что эстрадиол 0 – это плохо, эстрадиол 200 пикамоль – это тоже плохо. Хорошо, когда он нормальный и когда он подобран индивидуально, потому что кому-то он нужен 60, кому-то он нужен 80, кому-то 120. Но в целом он никому не нужен 300 и никому не нужен 0. Вот в этом самое главное. Кому интересно, про это есть очень хорошо расписанная подробная статья, которую я писал еще достаточно давно, до того, как я нашел все эти исследования, эмпирическим путем за много лет своей работы, я по сути дошел до того, что вот сегодня я вам рассказываю уже с ссылками на исследования. Если мы затронули тему эстрадиола, очень многих еще однозначно интересует тема, помимо эрекции, либидо и всего остального, еще как он негативно сказывается на работе организма. Потому что хорошая либидо, хорошее половое влечение – это, конечно, важная штука. Но помимо качества жизни, есть еще и продолжительность жизни, про которую тоже не надо забывать. И сейчас мы разберем те заболевания сложные, которые могут возникать при повышении либо понижении уровня эстрадиола, которые повлияют не только на качество жизни, но и на ее продолжительность. Четыре исследования. Что происходит при повышении и понижении уровня тестостерона негативного? Значит, первое. Повышение уровня эстрадиола негативно влияет на предстательную железу, а контроль эстрадиола позволяет нивелировать этот побочный эффект как на терапии к ламифенам, так и на гормонозамесительной терапии. Ссылочка на исследование. Второе. В то же время уровень эстрадиола очень сильно падает, также проявляется побочный эффект. Поэтому прием эстрогена при лечении онкологии может помочь, если держать уровень эстрадиола в норме. Это исследования по онкобольным, которым снижают тестостерон в ноль, и потом им добавляют отдельное эстрадиол, так как тестостерон негативно влияет на предстательную железу при онкологии. Но эстрадиол нет. Поэтому пробовали, что будет с человеком, если ему убрать уровень тестостерона в ноль и вернуть эстрадиол. И при возвращении уровня эстрадиола в норму люди лучше себя чувствуют, у них меньше побочных эффектов, чем если убирать и эстрадиол, и тестостерон в ноль. Поэтому эстрадиол не должен быть ноль. Он должен быть нормальным. И нормальным он должен быть даже если уровень тестостерона низкий. Следующее. Снижение эстрадиола может приводить к снижению плотности костной ткани. Я думаю, для этого ни для кого не секрет. Про это говорилось очень много раз. Что очень сильное снижение эстрадиола в первую очередь опасно тем, что это приводит к остеопорозу, остеохондрозу и другим серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. В то же время снижение плотности костной ткани может быть обратимым, так как если обратно повысить уровень тестостерона, то восстанавливается минерализация костной ткани. Во-первых, это нам говорит о том, что если мы находимся какой-то промежуток времени на пониженном эстрадиоле, это не так страшно, потому что это может быть обратимо. А во-вторых, это еще одно доказательство того, что при нормальном уровне эстрадиола повышается минерализация костной ткани. И самое главное, это что при сильном повышении эстрадиола скорость восстановления и скорость возвращения минерализации костной ткани не меняется. Если у вас стоит эстрадиол или 300, то если у вас 300, быстрее у вас восстанавливаться ничего не будет. Это тоже нужно понимать. Вот, собственно, такие вот интересные данные. Частично с моими комментариями, с моей практики. Я думаю, что многим было интересно. Я думаю, что постепенно вопрос того, какой уровень эстрадиола должен быть на терапии к ламифенам, ГЗТ и на курсе, надо постепенно закрывать. Потому что, я думаю, что разобрались мы уже в этом максимально подробно. Мы разобрали, что происходит при повышении, что при понижении, что происходит с либидо, с половым лечением, как это негативно влияет на организм и тому подобное. Я думаю, что, наконец-то, вопрос с уровнем эстрадиола в мужском организме мы закрыли. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют личные консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.